Она еще отстреливает спину Зевса, но тот разворачивается из трешки, вешает ему голову, Шоу Тайм убивает Флейми и Шоу Тайм вместе с Хэнни остается вдвоем против двоих игроков Na'Vi, которые пока что зонированы и нужно работать с балкона, нужно работать здесь выходит, выходит все-таки Зевс первым, Эдвард его прикрывает, они даблой, очень плотный даблой движутся очень медленно через шифт, прямиком на аплэн, здесь уже стоит бомба, время работает Хэнни. Отличная голова на Зевса, Эдвард вылетает сюда же, петушок чужой законтрил, диффузов нету, играть сложно, но нужно, нужно как можно быстрее сесть и начать диффузить, во всем случае вытащить своего оппонента и делать фейк диффуз, Шоу Тайм выдвигается сюда и получает голову от Эдварда, Эдвард есть ли время, нету времени, нет диффузов. Все равно, в любом случае, я бы отметил хорошую работу от Na'Vi, они сделали два минуса, ситуация была, кстати, 5 в 3 и Tempo Storm прочувствовали то, что на B очень сильно пахнет жареным и сместились на A, сделали в конечном итоге единицу, установили бомбу и мы видим, что ситуация один в один очень даже, ну, ясно, взрывается бомба, но давай посчитаем просто, насколько Na'Vi сильно нанесли вред экономике Tempo Storm. Они убили четверых, плюс размутил Эдвард себе АК, у него есть тяжелый армор, и если сейчас при определенном факторе удачи Ваня хорошо отыграет, может даже неплохо сложиться. Эдвард занимает дроп-рум и делает укрепление в боковухе, нато с Винсер, пошли туда три игрока. Да, Лонг на самом деле даже четыре игрока пришли, Шоу Тайм тем временем будет, судя по всему, первым открываться здесь, при этом его тиммейты идут на ЗЗ, Лукас находит Зевса, Зевс падает первым, но мы прекрасно понимаем то, что здесь сложно воевать против Калашей с пистолетами, Шоу Тайм выходит на сено, находит там Зевса, Гарден падает следующим, остается только Флейме, который, конечно же, здесь будет полностью неудел. Заметь, что в предыдущем раунде Фелпс с его выходом на коннектор от дроп-рум и с окна должен был делать как минимум минус два в его позиции, он нашел только Гардена, и дальше Зевс совершил замечательный разворот на 180, и смог обеззреть своего оппонента до того, как он смог уже нанести больший урон команде Na'Vi. Да, у Фелпса было P90, который вроде по идее там зажал кнопку, бежишь, топишь и просто ну все, сносишь, вроде как на маленьких дистанциях, это идеально работает. Тем не менее у нас у Гардена есть АВП, бай, первый девайсный раунд, Na'Vi обороняются, у нас в боковухе сразу начал работу Зевс, кстати, дефолтная для него позиция. Я помню какое-то время вроде он держал дроп-рум, но сейчас вот уже последние карты, я наблюдаю, что Зевс постоянно играет один на этой позиции, прикрывает собой точку А, в общем-то не самое плохое действие, и благодаря тому, что Зевс играет в боковухе, Na'Vi держит в четвером точку Б. Гардиан подгорает, подгорает, отходит, но все-таки сохраняет жизнь. Совершенно дефолтный молотов этот тупой, здесь очень много демжа для Гардиана, однако для снайперской винтовки это в принципе не так важно. И дают ему все-таки уйти за коп, на самом деле могли бы остановить Гардиана уже здесь. Ковыч смотрит, смотрит болтса, прекрасно понимая место расположения оппонента, и пока что темпа шторм идут очень-очень медленно. Не хотят покидать свою дислокацию, болтс погибает от точного выстрела, ковыча Лукас тем временем откидывает Сизда, Флейми убивает Лукаса, и здесь пошли размены уже очень-очень серьезные. Шоу тайм, 12 хп, чрезвычайно тяжелое положение, единственный плюс, то что у него за спиной есть Хэнни, и то, что против них всего два игрока, однако Зевс заходит в спину, его никто не видит, Хэнни погибает, Шоу тайм остается последним здесь против двух игроков украинской команды, и Шоу тайм убивает одного. Но дальше Зевс заканчивает работу своей команды в великолепное действие Даниила Тесленко. Отличная работа от Дани, хороший тайминг, он все-таки был ключевым, наверное, в этом раунде, потому как ситуация была в 2-2, и вот Гардиан опять мажет. Мы говорили об этом перед картой, да, что Гардиан что-то вот не включается, он мазал довольно-таки много на, ну как, сделал пару минусов, но все-таки он довольно-таки часто мазал с ВП. Сейчас он тоже сделал два или три выстрела минус, мимо. Ну, Болтса он убил. Да, Болтса он убил, но потом он, когда пошел выход, он не мог это принять. Ну и Натус Винсер вроде как берет раунд, но по деньгам на самом деле проблемы. То есть сейчас каждая смерть, каждая потеря девайса и армора это экономическая проблема, и даже Нави, если будет набирать раунды, то по деньгам будут проблемы. Тогда как у Темпа Шторм вроде как все неплохо. Но в случае, если Нави возьмут раунд, Темпа Шторм будут делать эко-раунд. Пока в Бразилии здесь смотрится неплохо на карте. Вот получилось. Офлайме все-таки убить Фалпса здесь. Очень долго он сидел на бусте, но мы видим то, что Темпа Шторм теряет одного из своих ключевых игроков. Нави пока что только просили. Два игрока. Офлайме 9 хп, Зевс 8 хп. И мы видим, что не до байда. Только один М4, Фамос, плюс УЗИ, плюс МАК-7 и АВП у Гардена. Гарден, и вправду, не только сегодня не очень хорошо стреляет. Он начал вообще весь АЕМ не так здорово, как от него хотели бы видеть большинство фанатов Нави. Весь первый день так не очень получалось. Он держался где-то в середине или внизу по фрагстатам. Однако Хэнни проходит через АЗ. Гарден не имел никакой информации. И снайперская винтовка команды Нави падает. И дальше Зевс, лоу хп, выходит на Хэнни. Тот его отстреливает в свою любимую девайс. Замечу, что снайпер нашел снайперскую винтовку. Это двойное поражение для Нави в этом моменте, которое было, конечно, очень-очень печально. Отсутствие информации. Вот что сыграло в пользу Темпа Шторм здесь. И они, мало того, еще сейчас контролируют Аплэнд. И бомба будет уже сейчас поставлена. Сист вместе с Флейми. В Флейми проблема с хп. Сист проблема с девайсом. У Эдварда Фамос и Лукас его прикончил в дропруме. И Нави, даже непонятно, сейвить эти девайсы, не сейвить эти девайсы. С другой стороны, тут есть диффуз кит, вторые арморы. Можно, наверное, попробовать. Да, можно попробовать. Нужно это делать. Потому что по проблемам у Нави, на самом деле, я говорил, по экономике ужасные. То есть, несмотря на то, что они взяли раунд, они потеряли четверых. Засейвил АВП Зевс. Но мы видим, что Гардиан, он такое ощущение, что он просто даже не ожидал, что придет снизу, да, наверх-вниз придет оппонент. Он просто не перекрывал даже эту позицию. Он не подозревал, что там будет оппонент. Но это просто какая-то несобранность от Словака. Флэмми делает минус болс, будет пытаться засейвить. Все-таки тяжелый автомат. Очень мало ХП несет у Флэмми. Он выживает, и Лукас его не находит. Это, в принципе, хорошая новость. Но в целом, печаль-беда. По деньгам плохо все. Нави обязаны делать два эко-раунда. Это просто, ну, то есть тут... Это 6-1 вполне возможный. К гадалке не ходил, на самом деле, потому что, ну, по-любому, во-первых, нужна палка. Нет, не-не-не, они закупают, что есть, а то есть. Да, улыбно. Все деньги. Напоминают французы вчера. А чем закончили вчера французы? Печаль-беда. Вот именно. По-моему, пятое место. Нет, тут немножко другая ситуация. В принципе, такой бай, я бы сказал, все-таки нетипичный для Нави. И он, скорее, связан с тем, что они понимают, что в любом случае будет два эко, поэтому попробуют все-таки сейчас зацепиться. Ну и делают бай. Есть АК, есть ЦМК, УЗИшка и два пистолета. Да, и темпошторм пока что не особо торопится. Мы видим, что бомбы они вообще откинули на деспауне и ждут каких-либо поджимок на миде. Тем временем Лукас контролит возможный буст с дропрума. Но Нави не хотят, не хотят никуда выходить. Это совершенно логично. Мало того, у них с девайсами проблемы. Эдвард работает на дереве с дезертыглом. Тем временем Гардиан второй на кубе. То есть у них дабл дезертыгл в одной линии практически стоят. И зебра в руках Гардиана вполне возможно будет стрелять именно первый, потому что он будет принимать клоуз-платформу. Но Нави не видит врага. Темпшторм оставил только одного фейкующего болтса, который создает какую-то движуху или ее видимость здесь на Бэтленту. Но на самом деле это фейк, потому как бомба-то движется. На самом деле в лонг и в Аплент, и Зевс вместе с компанией будут сейчас просто вне позиции. Да, они не угадывают. И у них, кстати, абсолютно нет информации. Непонятно, на чем основано это действие. Вот сейчас они вроде как включились. Смотри, два поджимают бомейн, и три стягиваются на точку А. Вообще мне нравится, как играет Темпшторм за атаку. Парни очень прикольно двигаются, понимают, что вообще они делают. Но все классно. Фейлт делает минус сис, тут Зевс принимает, Флейми делает минус, и сразу же ответочка от Темпшторм. Да, очень-очень быстрый ответ от Темпа. И Эдвард вместе с Гардионом остается совсем не у дел. У них нет девайсов, у них есть только дезертыглы, которые можно сейвить на следующий раунд. Серьезно, закупа не будет никакого. И Темпшторм с легкостью обходит всю эту защиту из пятерых на Бэпленту, выходя с Лонгана А, и постановка бомбы без проблем удается у бразильцев. И должно быть, что и дальше так оно будет происходить. Пока что Na'Vi не могут найти тот ключик, который будет помогать им защищаться от Темпа. Не считая девайсов, да, наверное, все-таки надо дожить до следующего девайса, но попробовать как-то по-другому сыграть. Возможно, что даже агрессивнее, чем то, что было до этого. Возможно, ты знаешь, да, сейчас у нас у Гардиана с Эдвардом остается два пустынных орла. Возможно, они попробуют все-таки, да, Гардиан делает минус Лукас, возможно, заберет АК, подбирает АК, но нет, не успел он это сделать. Болт все-таки убивает Гардиана, Эдвард остается с деглом. Ну и сейчас Эко, учитывая то, что в прошлом раунде был бай на все деньги, сейчас точно Эко, и в следующем раунде уже будет возможность у Na'Vi зацепиться. Но вот он кобал от бразильцев, да, взяли пистолеточку и на девайсах у них все получается. Подожди, взяли ножи, выбрали атаку. Взяли ножи, выбрали атаку, да. То есть вот, кстати, да, вот ты прав, взяли ножи. И можно вспомнить опять про ножи, то, о чем мы говорили. И, возможно, ты знаешь, такой фактор, который тут сыграет один из ключевых ролей. И как бы это правильно, это хорошо. Сист, приемка. Пошла платформа, у него, конечно, мало шансов. Однако, если ваншотом там сможет хоть немножко раздамажить своего оппонента, будет неплохо, но он погибает. И мы видим, что стак от Na'Vi на Аппленду теперь тоже является неактуальным. Не угадывают. Совсем не угадывают еще раз. Но в экономических раундах это, в принципе, не так важно. Слив все равно будет засчитан. И так и так деньги-то хоть какие-то придут. И уже впоследствии можно будет играть с девайсами на восьмом раунде, на который, в общем-то, ложится вся надежда Na'Vi на то, чтобы побеждать. Вопрос только в том, рождены ли они сегодня для этого, или проснулись с плохим настроением и не смогут одержать победу на собственной карте. Что будет, конечно, интересно, с одной стороны, интригующе. Но для фанатов будет много вопросов, каким образом это Cobblestone, чуваки, что такое? Ну, действительно, как бы, в общем-то, они забрали-то свой пик, правильно, Overpass. А Cobbl вроде как не их пик. Стоп, стоп, наоборот. Темпа забрали. Это был пик Темпа, Overpass. Нет, Overpass это был пик Na'Vi. Да? Да, я говорил о том, что удивительный пик, и он хороший пик вроде как для Na'Vi, потому как Na'Vi пикнули Overpass, а Темпа, Шторм пикнули Cobbl. И я говорил о том, что да, вот карта вроде как для Na'Vi подходит, все хорошо, но Темпа, Шторм очень неплохо играет Cobbl, и сейчас, на самом деле, огромная проблема у Na'Vi. Ну, можно, конечно, не сказать о том, что все-таки это карта террористов, тут все-таки атака больше раундов берет, но, опять же, для того, чтобы камбэчить за атаку самим, нужно взять какой-то минимум. Да, 5 раундов это было бы, да, это было бы в идеале уже при текущем положении вещей, но, на самом деле, опять же, всегда нужно какое-то время тебе, чтобы прииграться. То есть, очень часто бывает так, что, например, ты отдаешь первых, там, 5-6 раундов, потом притираешься к своим соперникам, начинаешь их читать, начинаешь понимать, что они делают, и просто берешь все оставшиеся раунды. Темпа, Шторм подходит на B, очень быстро, сейчас, возможно, будет сразу же выход. О, Дворот получает 2 хаешки в лицо, у него остается всего 2 хп, и он сразу же покидает свою позицию, что совершенно логично. Главная проблема в том, что он скушал еще и флешку, просто при помощи на ешек его уничтожили. Рефелт дает минус 2, Гардиан пытается ответить на шоу-тайм, но шоу-тайм замечательным образом кладет ему голову, и Сист вместе с Десом остается вдвоем против пятерых, и нами просят паузу, потому что это будет тактикал, потому что нужно успокоиться, поговорить. Потому что, почему же, почему же дождь капает по лужам? Парни обороняются, все хорошо, делают бай, и они не ждут просто выхода на B. Что делает Темпа Шторм? Темпа Шторм не пушит, Темпа Шторм подходит, делает тайминговый выход с гранатами. Фелпс, они накидали гранаты, они знали, что Эдвард будет... Ой, что происходит? Это снова вчерашний день? Нет, это не будет вчерашний день. Это очень близко было к тому, чтобы затащить. И, кстати, если бы он убил этого пацана за кубом, то он бы затащил этот раунд, сделал минус болт, сейвит все-таки свою МПшку. Так вот, и оказывается, что Нави банально не готовы к выходу на B. Вот, вот проблема, вот пауза, вот нужно обговорить, парни, давайте просто выдохнем, давайте подумаем вообще над своим поведением. Что мы делаем? Темпа Шторм знали и знают, по-моему, это все знают. Это даже я знаю о том, что Эдвард стоит постоянно каждый раунд. Либо Эдвард, либо Гардиан стоит за этим ящиком на B-мейне вдали. Они просто берут туда там, когда Гардиан заходил, они бросали туда огонь. Когда сейчас стал Ваня, они тайминг, как раз все классно складывается. Стоит там Эдвард, они подходят, они знают, что там есть оппонент в дымы. Просто кидают туда хаешки. У Эдвард уходил, у него было 2 хп, да. При этом он еще съел флешку, пытался спрятаться за памятником. Его, короче, похоронили, он даже никого не видел. То есть парень просто отыграл на 0% в этом раунде. Ну и оказывается, что Нави не готовы принимать выход на B. Это есть проблема, есть о чем поговорить. Они вчетвером там на B-план 2, и все равно у них ничего не получается. Есть о чем поговорить. Единственное, что можно сказать, это то, что Гардиана не было снайперской винтовки в этом раунде. Он играл через штормовуху, и он тоже был совершенно неудел. Его позиция была не такая же дефолтная, которую он обычно выбирает. И мы видели, что Фелп с ним тоже разговаривал очень-очень быстро. Гардиан ничем не смог ответить. И непонятно даже, за что цепляться в этих моментах. То есть я не знаю даже, что сейчас Нави могут предпринять, не считая какого-то возможного еще большего ранней агрессии, там каких-то бустов. Но это все уже перекрыто. Темпа Шторм начинает свой раунд с того, что контролирует все точки, смотрит все возможные выходы, которые уже Нави продемонстрировали им. И да, вот сейчас смотрим, как они обсуждают. Очень красивый стадион, кстати. Да, классно. Который же был в предыдущий раз. В этот раз он еще лучше выглядит, на мой взгляд. Он такой более красочный, больше иллюминации и всего остального. И мы видим то, что бразильцев сделали желтыми. Хотя они вроде синенькие. У них облачка на эмблеме. Ну, да, но я думаю, может быть, это еще как-то с флагом связано. Ну, у Нави, например, есть типа тоже желтые. То есть они могли бы быть желтыми, а Темпа Шторм могли бы быть синенькими. Ну, не суть важного. В любом случае, очень симпатичная иллюминация. Очень симпатичные фотографии игроков. И очень несимпатичный счет для Нави. 1-7. Я хотел интригу, я ее получил. Ну и теперь давайте включайтесь в Нави. Пора потеть, пора показывать. Уровень Counter-Strike царский, божественный. Ну и что у нас с Нави? Нави принимает решение сделать экораунд с засейвленным кольтом от Дани Зевса. 2-3 играют. И мы видим ранний пуш здесь в Лонго. Эдвард будет принимать Сена. Зевс ЗЗ контролит пока что. Чтобы не случилось того, что случилось с Гардианом до этого Флейми. Выходит на платформу. Здесь софт-3 игрока от Темпа Шторма. Отличный хедшот от Флейми. Вот он кто, видимо, будет тащить. Хотя, на самом деле, в предыдущей карте, например, у Сизда получалось очень хорошо стрелять. Сегодня мы этого, точнее, на этой карте мы этого не наблюдаем. Может быть, он будет той звездочкой, которая начнет. Но если у Сизда не получается, обычно раскрывает себя Флейми. У них какая-то есть взаимосвязь определенная. И мы видим, что Флейми откинул уже голову Фелпсу. Правда, у него у самого осталось 25 кпл. Он выходит на врага. Сист отвечает на болтса. Дальше, тем временем, Шоу Тайм ждет очередных поджимов от Эдварда. Тот стоял-стоял. Выждал очень-очень много времени. В конце концов, начинает открываться, показывает свою бочинку, но уходит обратно. Бомба все еще лежит на подходах к Б-пленту. Гардиан решает поджать и забрать АК-47. Теперь целых два девайса имеется у Нави. Эдвард тем временем отходит подальше, чтобы играть опорного на А-пленту. Зевс держится в углу. И Гардиан ждет. Он будет одним принимать Б-плент. Полностью при этом ротация будет от Эдварда быстрее всего. Посмотрим. Гардиан за Лениным. Ему дает флешку. Видит, что кидаются огни. И ждет, когда же к нему подойдут. Открывается первым Шоу Тайм. Отрабатывает его без всяких проблем. Дальше Хэнни убирает Эдварда с карты. Зевс точно выстрелом голодом. Все-таки сработал по Шоу Тайму. Но Лукас вместе с Хэнни вдвоем. Что они будут с ним делать? Что будет, точнее, делать Зевс? Здесь, скорее всего, ничего. У Гардиана совершенно не залетает. Парень вроде как... Ну, то есть, вот сейчас он был важнейшим звеном на Б. Вроде как неплохо отыгрывал. Был за памятником. Все было нормально. И он просто банально не убивает. Два фрага. Ничего не делает. Вообще, Словак просто спит. Я не знаю. Боссу пора просыпаться. Пора его... Может, нужно взять его веслом каким-то по голове стукнуть. Чтобы там... Сувенирным. Сувенирным веслом. Сувенирным веслом. Пиксельным за 10к. Неважно. Сейчас у нас два АВП. У Гардиана, у Сизда есть снайперская винтовка. Три эмочки у оставшихся игроков. Ну, и счет уже плохой. Очень плохой счет. 1-8. Несмотря на то, что в прошлом раунде могли зацепиться Нави за эко-раунд за сейвленным одним девайсом. Все-таки ситуацию 3-3. Очень четко разрулили темпо-шторм. И я бы отметил, вот как они классно халдили. Они вот до последнего... Ты помнишь, когда Эдвард выходил с боковухи, И его все равно сидел и ждал чел с Респа. Сейчас у нас у Флейми небольшие проблемы. Ну, как небольшие. На самом деле, неплохо прошел Болтс, но у него в руках М4, поэтому не убил. Выжил, это главное. Если был бы коллаж, было бы немного другой разговор. Но нет, здесь был М4, так что Фелпс выжил. Точнее, Болтс выжил, прошу прощения. Продолжаем. Попадает по СИЗДу, который играет с ВП на БМН. Попадает Хэнни. Отпугивает сейчас СИЗД. Очень важный, на самом деле. Ему ни в коем случае нельзя умирать. И все-таки это происходит. Хэнни перестрелит. Хэнни вообще сегодня просто великолепен. Стягивается темпо-шторм на точку Д. По-моему, возможно, сейчас будет сразу же выход. Пошли гранаты. Раскидочка. Нави понимает, что это, скорее всего, Б. Очень долго готовят темпо-шторм выход. Видимо, там невероятное количество гранат. И все-таки парни решают перейти на другую позицию. И Нави сейчас это прочитает. Они увидят, что после гранат выхода нет. И нужно стягиваться. Гардиан. Гардиан один прикрывает точку А. Делает минус Хэнни. Отличное начало. И это может быть второй раунд. 20 секунд до конца раунда. Гардиан. Как в спину пришел Фелпс. Куда вы с тобой? Пришел с дропрума и убил Гардиана. Зевс сразу же на развороте убивает Фелпса. Болл сразу же отправляется в коннектор. И мы видим то, что здесь целых три игрока, которые выходят на Аплант. Против них играет Зевс и Флейми. Зевса находит. Но Зевс был впервые. Шоу-тайм. Не справился с управлением Лукас. Дальше отвечает на Зевса. Флейми на развороте. Неплохо против Лукаса. Но Боллс приходит с балкона. 11 хп у этого замечательного бомбандира. И Эдвард понимает, что время закончилось. Боллс проигрывает этот раунд. И темпа, что он точнее проигрывает этот раунд. Это ужасно было тяжело. Очень долго было кисло, вяло. Вообще было непонятно, что происходит. А потом просто бешеная серия разменов. Динамика. Гардиан, который принимает точку А. И мы приходим в спину Фелпс. Алло! Куда вы смотрите? Парни, где вы вообще? Где мой бэкап? Почему сзади никого нету? Что это за лол? В конечном итоге. Нави берет второй раунд. Девайсы есть. Но опять же. В прошлом раунде они потеряли 4 девайса. У Гардиана есть сейчас палка. Но нету армора. И темпа шторм опять начинает медленно. 3 плюс 2. Это каждый раунд. У них один и тот же дефолт. Два человека смотрят поджимы с точки А. И три держат с точки Б. Нави решили укрепить точку Б пятером. Да, это супер вообще защита. При этом никакой информации нету сейчас у Нави о местонахождении противника на Апленту. Что совершенно логично здесь. И Эдвард вместе с Флейми пошли пушить. Флейми будет первым, кто будет открываться. И сейчас здесь на болсу болс погибает. Неплохо, неплохо. И на размен никто не выходит. Замечуя, что Фелпс играет очень медленно. Здесь лежал смог. Поэтому он решил не выходить. Сист тем временем пропушил дроп руму. И Лукас падает. И теперь Фелпс полностью окружен игроками Нави. Но самое ужасное для него это то, что два его тиммейта находятся на лонге. Но у них нет бомбы. Ее нужно срочно притащить. Это то, что должен сделать сейчас Фелпс. Именно поэтому мы за ним будем наблюдать. Очень и очень... Я не знаю, кстати, Денис слышал своего оппонента. Он знает, что здесь есть. Хороший был буст. Вопрос знает ли Сист была лезть бомба. То есть, когда он был в своем оппоненте. Да, то есть он может быть понимает, что есть оппонент, но не знает, есть ли бомба. Фелпс. Выходит на Сист. И Сист не справляется. Фелпс. Очень-очень хлынокровенно. Сидс у него 5 хп. Он выдвигается сейчас в сторону Аплента. Совершенно логичным тому кухене. Есть информация по месторасположению оппонента. На Апленту там он находит ковач. Ковач погибает на Вен. На Зевс тем временем играет опорника на А. Ждет своих тиммейтов. Флейми 3C4 хоповый. Идет вместе с Эдвардом на перетяжку. И Зевс, если его прочекают, если его прочекают, это будет очень больно. Он слышит постановку бомбы на шоу. Тайм смотрел ровно в этот угол. И вешает голову Зевсу. Эдвард вместе с Флейми должны вдвоем выбивать целых трех игроков бразильской команды. И у Хэ не получается стрелять как нельзя. Лучше, боже, что творит этот парень в этом раунде. Да и в других раундах, на самом деле, снайпер команды Темпер Шторм просто великолепен. Флейми один против трех игроков бразильской команды, которые поставили бомбу. Он понимает, что ему ничего здесь не светит, и ему надо идти на сейв. Убивает курицу. Это все, что может дать делать, это только убить курицу. И это просто какое-то печальшки. Я даже не знаю, как это назвать. Что самое интересное, в этом раунде Нави делали два минуса. Опен фрага было два. На стороне Флейми делает минус шоу тайм. Да, там пуш от... Пять в три была ситуация. И все-таки бразильцы, браво, перевернули. Денис, мы смотрели за ним. Ты смотрел за Фелпсом, да? Я смотрел за Фелпсом. Я не понял, он увидел модельку. Почему он даже вроде не выстрелил? Он просто его не убил, хотя позиция была идеальна. ХП остался у Фелпсом. Берут Темпер Шторм раунд. Счет 9-2. У Флейми засейвленный МПшка, и у Нави абсолютно ничего не складывается. Казалось бы, вроде взяли раунд, сейчас могли тоже затащить. В какой-то момент я подумал, что включились парни, наконец-то начинают копать. Включился Флейми, на самом деле. Его штурмовые активности на плато, они работали, они должны были сработать, в конце концов. Но если Гардиан не перестреливает Хенни, при одинаковых условиях, это то, что не должно уже работать. То, что не может никаким образом остановиться. И Фелпс убивает Гардиана. В конце концов, Ковач решил, что нафиг вообще, пойду, я просто умру. В принципе, тут пистолеты, это не важно. Мне вот интересно, Старик вчера смотрел игру против Virtus.pro на Кобле, или нет? Он знает, как играют его оппоненты. С другой стороны, вот даже недостаточно знать, как играют оппоненты. Они могут свою игру постоянно варьировать, да? И, в общем-то, мы видим, что Tempo Storm это делает. Они варьируют свою игру за атаку, у них это неплохо выходит. И, в принципе, они очень часто просто перестреливают своих оппонентов. В Нави такое ощущение, что вот после оверпасса заснули, да? Как там? Наступает ночь, просыпается мафия. Вот это приблизительно с Нави, только наоборот. Проснулись на Кошторм и начали карать своих оппонентов. Флейми делает минус-болл. Ситуация 1-3. Нужно сейвить, но Флейми для уверенности идет и ставит еще... Третий фраг. На самом деле, Лукус падает, и сейчас Флейми должен чекать все углы. Нет никакой информации вместо расположения противника. Мало того, к нему идет шоу-тайм в спину и его отстреливает. Не читается здесь сзади шоу-тайм для Флейми, но и, к сожалению, Егор Васильев умирает. Счет 2-10. Для Нави вопрос главный сейчас это по раунду экономически, то есть делают ли они бай или нет. Ну и по-прежнему Гардиан у нас на дне. Я даже не знаю, можно ли это назвать дно. В принципе, три раунда, это, конечно, очень мало. За 12 раундов всего-навсего 3 килла Гардиану нужно включаться. Гардиану снова дали снайперскую винтовку. Если в этот раз он ничего не покажет, то очень много вопросов потом, что же он будет показывать на второй стороне и с каким счетом они уйдут на вторую сторону, потому что максимум, что сейчас может быть для Нави, это 5-10, но темпа могут выйти на совсем-совсем печальный для Нави в счет. Здесь с цзшкой, на самом деле, здесь совсем-совсем квази бай, 2 цз, плюс м4, плюс фамос, плюс авп, при этом у Флейми нету армора, он голенький, нету раскидок. Что интересно, сейчас делает темпа шторм. Они этого, не то чтобы давно не делали, я даже не вспомню, когда это не делали, они, смотри, они сейчас втроем чекают боковуху и тут Нави вообще отдали практически эту позицию полностью. Ну так они отдавали точно так же ее до боли. Да, но там Зевс играл чек, как-то выигрывал, сейчас по девайсам все плохо и Нави, по-моему, понимает, что что-то не так. Ох, это будет больно. Зевс слышит, о, должен остановить напорно, Лукас дает, минус 2, минус 7, минус Зевс, Флейми получает огни. В очень печальной позиции ему ставится 37 хп, но дальше убивает его Лукас Гардиан, отрабатывает Шоу Тайма, но он один, он окружен противниками и он очередной раз ошибается и остается только Соло Эдвард против четырех игроков Темпа Шторма. Это 2.11, это полный развал на первой половине карты Хобблстоун. Темпа Шторм показывает нам невероятные вещи. И это был бай-раунд, сейчас у нас нет денег, соответственно, на последний уже будет бай и там непонятно. По поводу девайсного раунда только что, я не знаю, обратил ли это внимание, Темпа Шторм довольно-таки интересно действовали. Два игрока находились перед Б с бомбой, три игрока шли через боковуху, спустились через Зиг, да, наверх-низ, там где Лукас поставил дабл. И в конечном итоге игроки, два игрока на Б выходили вдвоем, а эти втроем зашли на хелпу, да, в мидл и зажималась точка Б. То есть отличная тактика, не так часто ее на самом деле увидишь в исполнении террористов. Ну и что, у нас эко-раунд, Нави вроде как укрепили точку Б. Сист прошел в тот момент, когда Фелпс кидал гранату, поэтому ему удалось убить. Самопонятно, на Болтс его сразу разменял ужаснейшие тайминги от Фелпса, замечательные от Сист, да тем временем Зевс попытался еще и убить Болтса, но тот очень-очень точно мастерил голову и таким образом Темпа Шторм остались четвером против троих, правда у Нави нет вообще девайсов, у них есть дизерт-иглы, хотя можно подобрать здесь, подобрать Акасов седьмой. Ты знаешь, даже 9 хп, что-то около того. Лукас, Лукас падает в следующем, ну получится ли еще? Нет, не получается, при этом мы видим то, что Шоу Тайм и Хэнь остаются вдвоем, при этом они не знают о месторасположении оппонентов. Флейми сейчас постепенно вроде как ротируется на А обратно, он думал прийти на Б, но нет, остановился и теперь два игрока Нави распличены по двум плентам, Темп Шторм пока что ждет, 36 секунд остается у команды атаки, чтобы здесь довести дело до конца, при этом расхитки есть, есть арморы, есть хорошие девайсы, у Темпа Шторма, у Нави нету ничего. Замечу, что АК-47 лежит здесь, у бокса рядом, почему-то никто его так и не забрал, хотя могли, могли уже несколько раз это сделать, но это не важно, Хэнь открывается первым, Шоу Тайм, будет ему ассистить, Гардиан, по нему не попадает, он реализует этот шанс и дальше Шоу Тайм, убивает все-таки Ковача, остается только Флейми. Что мы так орем еще, я не знаю. Ну, потому что Нави на дне, мы пытаемся их вытащить оттуда, и попытка не пытка, да, попытка не пытка, кстати, это Экараунд и у Флейми пустынный орел. Шоу Тайм, в Курятнике, на шифте, на шифте пытается найти своего понятна, но не видит его, Шоу Тайм! Право, Темпа Шторм, вообще очень парни удивляют, великолепная игра за атаку, наказывает своих более именитых соперников и, ну что, великолепный счет за первую сторону, можно опять же вспомнить ножи, пистолеточку и так далее. Девайсы у Натус Винсера на последний раунд, у Гардиана опять АВП, опять нет армора, 4 М-очки, диффузы есть у одного Эдварда, посмотрим. Будет тяжело, будет очень тяжело, и главное, что даже если они выигрывают этот раунд, все равно они выходят на счет 3-12, бразильцы, невероятнейшая игра, очень-очень хорошее исполнение Гардиана, отстреливает первого, тем временем Сис должен принимать вроде как дропруму, но решил немножко более пассивно сыграть, Лукас здесь зажат, и вполне возможно, что его Гардиан еще сюда подожмет до конца, он выходит и добивает своего оппонента, шикарная стрельба от Гардиана, Зевс тем временем оформляет еще и шоу тайма, Болт вместе с Хэнни вдвоем не видит своего оппонента, который бежит в смоках, Болт, что? Эдвард, минус 2, легчайший, через смок, Темп Шторм, все-таки отдают последний раунд, но это еще не важно. Это просто, это просто, я даже не знаю, 3 раунда отдали, ну, Темпо Шторм берут 3 раунда, один раунд берут Na'Vi, Темпо Шторм берут 5 раундов, один раунд берут Na'Vi, Темпо Шторм берут 4 раунда, один раунд берут Na'Vi, то есть, все плохо. Серьезно? Серьезно? С Дефенс все плохо, но, с другой стороны, карта террорист-ориентирована. То есть, тебе было бы легче, если бы Na'Vi выиграли первых 3, а потом отдали 12 подряд, да? Нет, я бы просто констатировал чуть-чуть другой факт, просто все, я бы сказал, что там взяли пистолетку, да, были галимые всю дорогу, а тут просто, ну, то есть, с другой стороны, я хотел интриги, я ее получил, Темпо Шторм показывает, что на оверпассе просто, ну, не умеют, не складывается, не получается, посмотрим. Вы знаете, кого обвинять, короче, во всем том, что делают Na'Vi, у нас кто-то тут хотел интриги. Если вы проиграете скины, можете также обвинять у меня, потому что я накаркал, упала икона, и, конечно, на итоге я. Ладно, в любом случае тут хорошая перетяжка от Na'Vi в сторону, а, погибает от Фелбса, Флейми заходит в спину Болтсу, убивает его все-таки Зевс, неплохо срабатывает по Хейне, дальше еще и продамаживает Фелбс, у того остается 6 хп, Флейми оформляет минус 100. Отлично, переворачивает Na'Vi пистолетный, потеряли сразу двоих, но великолепная ответочка. Ну и что? Комбэк из Рил, как всегда. Да, а почему нет? Вызываем, звоним знаменитому израильскому пацану, который сейчас приедет и будет разбираться, кто тут, что, кто почем. С другой стороны, Темпа Шторм выбирали Кобал, наверняка они умеют... А? Ты про Иисуса сейчас? Кобал Иисуса. Заметный израильский чувак. Я про кумбэка из Рила. Окей, хорошо. Израиль, это же еврейское имя, правильно? Да, да, я понимаю, что ты. Он же изи, ну, значит, вот он сейчас, вполне возможно, подъедет и будет разбираться с нами. Так вот, Темпа Шторм за дефенс должны показывать неплохую игру, все-таки Кобал это их пик, правильно? Правильно. Вышел сейчас со скаутом, не попал по своему оппоненту, зато продамажил его флейми до 32 хп, и сейчас Фелпс, наверное, будет немного попассивнее отыгрывать. Шоу-тайм должен ворваться первым, потому как он все еще 100 хп-овый и показал, что может пострелять из пистолета, но ни по кому не попадал. Эдвард, 22 хп у него остается. Они выдвигаются постепенно в сторону лонга. Замечу, что бомба лежит пока что на миде, но ее подберут, как только будет ясно вообще, куда идти. Лукас там продамажил его немножечко, он остался 65 хп. И тем временем Хэнни вместе с Болтсом вдвоем с двух углов кроет выход на лонг. Это вполне возможно будет очень опасно для Нави. С другой стороны, они играют с тремя калашами, плюс Галил, плюс Узи. Так что убойная сила имеется у Нави. Вопрос только в том, верят ли они в эту убойную силу, верят ли они в самих себя в данный момент. Гардиан будет открываться, ему будет помогать Зеус, и Ковач. Ковач не видит никого, но прочекает Хэнни сначала. Чекает его, убивает. Легко-просто. Болт старым, но очень-очень читается сейчас Темпа Шторм. Для своих оппонентов Сист тем временем будет разбираться с Шоу Таймом, или Шоу Тайм будет разбираться с ним. Кстати, Узишка не выпала, поэтому придется делать буст сюда, чтобы забрать это Узи, и потерять какое-то количество времени. Но факт остается фактом, что Темпа Шторм этот раунд не забирает, и попробует засейвить свой ЦЗ Узи плюс Скаут. Очень осторожно играли сейчас Нави, понимали, что можно отдать Эко-раунд, и тогда будет совсем печалька. Парни отыграли по максимуму отличную концентрацию, продемонстрировали. В этом раунде устанавливается бомба, сейвит свои оставшиеся девайсы Темпа Шторм. Ну, естественно, в принципе, выбор не очень большой. В общем-то, они понимают, что еще один Эко-раунд, у них есть Арморы, есть Скаут, и было бы неплохо его засейвить. Это все понятно. Тут еще, возможно, можно было найти кого-то, но Девс нашел своих оппонентов и сделал два минуса. 4.12, сейчас еще один Эко-раунд для Темпа Шторм, но Нави на пути по дороге к камбэку. Знаешь, мне кажется, даже когда мы выйдем на первый девайсный раунд Темпа Шторм, главным вопросом все еще будет о том, что будут Нави делать с Хенни, потому что у него летает, и он снайпер, и он на КТ-сайде сейчас, с которого он будет оскоревать. Залетает периодически. Вот это же тот же Лукас, у которого сейчас вроде как 9 фрагов, но за атаку он несколько раз делал очень важных минусов, и то есть как бы даже в целом, если у него фраг стат не очень хороший, то при этом ключевые, важнейшие минусы в 20 раундах он не заделал. Вышел сейчас с бусты на бокс, получил по щам, и выход с платформы будет без всяких проблем осуществлен командой Нави в этом раунде на Б-плэнд, и возможно даже и бомб поставит, успеет денег заработать, нет, не успеет, но неважно. Важно то, что Темпа Шторм сейчас проигрывают, и очередной раунд я имею ввиду целых 3 подряд на второй половине, вот теперь тот самый момент, когда Нави должны тащить, начинать тащить, против них играют два Фамаса, ВП плюс 2 М4, что касается Нави, Сист не меняет свой УЗИ. Что ты думаешь вообще по этому поводу? Я думаю, что это нормальный вариант, учитывая то, на какую позицию он сейчас пойдет. Если он будет играть в дропруме, а очень часто он делает именно это, то в общем-то УЗИ не самый плохой вариант, он может сделать минус, сразу попробовать у кого-то отжать тяжелый девайс, и в общем-то это не самый плохой вариант для него. Сейчас он просто чекает дропрум, ну, то есть абсолютно нормально, и очень часто так делают не только Сист, а многие проигры уже будут. Будет, если он дальше будет бегать с УЗИшкой, а при этом нужен будет тяжелый девайс. Но у нас все хорошо по деньгам у Темпа Шторм, первый девайсный раунд, чекает Сист дропрум, с АВП играет Гардиан, тут у нас, наверное, будет дуэль, да, против Хэнни, играясь на верх-низ. Ну, Нави, бомба находится пока перед А, оставляют одного Эдварда, он будет чекать боковуху, Зевс ждет какой-то агрессии на верх-низ, отдает бомбу, Гардиан стягивается к нему, и в это время Флейми с Сиздом скорее всего будет работать с дропрум. Хэнни все-таки нашел Эдварда, который поушел Сена, и очень-очень красный остается Зевс, после того, по нему попали в ЗЗшки, попали к нему из-за ВП, он на самом деле должен быть уже мертв, но не тут-то было. Флейми, кстати, пропушил дропруму, и поэтому у него замечательная позиция для выхода на Б-Планет, но бомба-то совершенно не здесь, Хэнни все еще живой на лонге, и бомба ротируется сюда, Шоу-тайм, сейчас встретится с Гардианом, тот снова не ожидает, что здесь может быть кто-то, плато полностью оставили, Темпа Шторм этим воспользовались, вошли в туннели, и Гардиан не ожидал, он шел с ножом, он говорит, парни, как вообще такое возможно? Флейми убивает Лукаса, и Б-Плэн чист, но бомба все еще не здесь, не здесь Шоу-тайм, убивает еще и Зевса, и теперь контроль над бомбой полностью принадлежит Темпа Шторм, и танцы будут вокруг этой бомбы в туннелях, Сист приходит первым вместе с Флейми, вдвоем они пытаются выбить Шоу-тайма, но он показывает квадрокил, что это сейчас было, бразильцы. Ну Шоу-тайм очень классно на самом деле отыграл, Сист с Флейми все-таки упали в дропрум, и задумка была такая, что Na'Vi будут сплитовать точку А через дропрум и через верхний, там где был Зевс с Эдвардом и с Гардианом, в конечном итоге, видимо, что-то пошло не так, начали стягиваться игроки с А на точку Б, Шоу-тайм в это время поджал Б-мейн, видимо, и сделал минус бомба, приходит Зевс, мало ХП, услышал оппонента, знает, что здесь есть близко оппонент, лежит бомба, он берет дропы и такая и подбирает АВП. Что это? Ну, типа лоу ХП, в принципе, с этим можно сыграть, многие говорят, что лоу ХП с АВП в принципе лучше, чем лоу ХП с Калашом. Ладно, не будем, я не буду просто акцентировать на этом моменте. Я хочу акцентировать на том, что они встретили Хэнни на лонге, это главная проблема в том, почему они не дотащили бомбу на Аплент. Это Хэнни, они не могут его ликвидировать, в самом случае, они потратили некоторое количество усилий, а именно минус, по-моему, там был Эдвард и минус фул ХП Зевса до 17 ХП его пробил. Это означает то, что они кинули на него какое-то количество сил, поняли, что биться головой бесполезно, начали ротацию на Б-плент, дальше их там встретили и мы видели, к чему это все привело. 13-6, и сейчас, да, есть шанс, есть закуп у Нави и давайте посмотрим, в чем это все придет. Нави интересно сейчас действует, они играют в троем через боковуху, тут у нас один Болтс прикрывает эту позицию, если Нави откроет нормально как раз эту часть карты, то, возможно, будет все хорошо. Опять они, по-моему, делают тот же самый раунд, смотри, Флейми... Шоу-тайм, не тайминговая Хэшка в руках! Не помогла ему здесь делать ничего, конечно же, Флейми его уничтожает, в голову через окно, тем временем Болтс должен был принимать лонг, но у него тоже ничего не выходит, и таким образом Темп и Шторм остаются вдвоем совсем вне позиции. Вот этот раунд, прости, пожалуйста, вот этот раунд должен был быть таким же в прошлом. То есть в прошлый раунд они должны были сыграть точно так же, но что-то пошло не так, видимо, Темп и Шторм немножко изменили свое расположение. Хэнни остался на Б, а до этого был на лонге, и он принимал Эдварда из Девса, оставив ему 18 хп. Хэнни, это все то, что является ключом. Да, угадай, где Хэнни, и пойти в другую сторону. Да. Ну и в конечном итоге Na'Vi устанавливают бомбу и идут уже искать своих оппонентов. На самом деле, я бы был немножко осторожным в этом плане, потому как раундов еще много впереди. И Na'Vi сейчас намного важнее, мне кажется, засейвить свои девайсы. Но парня иного мнения, Гардиану все-таки нужно приобрести уверенность в своих силах, он делает еще один минус с АВП, у нас остается последний Лукас, и Na'Vi отлично выбивают засейвленные девайсы от Темпа Шторм, но и у Темпа Шторм Эко при этом, судя по всему, пахнет двумя эко-раундами, и Na'Vi может... Не бразильский вариант, я тебе сейчас скажу. Мне кажется, они настолько... То есть они готовы выкупать Фамос и все остальное, но... А мне кажется, что нет, вот Темпа Шторм, вот не было каких-то таких дурацких закупок, вот, которые мы видим, например, очень часто у команды Envias, поэтому мне кажется, что все-таки будет грамотно их два эко, и плюс, опять же, у нас есть Хэнни, для которого нужна палка, с которой... Ты посмотри, что тут творится, Флэйми взял себе софт-доп, JV гейминг начинается, посмотрите, как хорошо работает эта палка в лоук-дистансе! Сис, минус два, шикарнейший, Флэйми все-таки убил шоу-таймер, дальше болт всего отработал, Хэнни Соло остается, но опять же, Темпа Шторм не было вообще ничего, но мы все прекрасно знаем, что JV говорит, что это лучший девайс в дроп-руме, однако... Только после JV я вижу только... никого не вижу, как только ты заходишь вне, все эти дистансы, они полностью нигилируют это оружие. Это же выглядит смешно просто. Это самое короткое по своей дальности и по своей эффективной дальности оружие, он просто этой дробью ничего не делает, только комаров в упор себя пугает и, возможно, еще, не знаю, воздух разгоняет, но Темпа Шторм играет второй экономически, ты был прав. Да, но я же тебе говорю, опять же, Хэнни нужна палка, плюс по, опять же, по раундам и в целом по игре Темпа Шторм может позволить себе сейчас отдать два раунда и им намного важнее сейчас иметь хорошую экономическую составляющую. Они это понимают. Na'Vi начинает играть уже более агрессивно, начинает быстро занимать позиции. В лаиме отрабатывает Фелпса, который играл в Класс Дитсонси точнее на платформу. Замечу, что в самом начале был такой волейбол, Na'Vi кинули две Хэшки в пустоту, Темпа Шторм откинули три Хэшки в пустоту в ответ ровно на ту же позицию, ну, практически на ту же позицию и уже потеряли Фелпса. Что касается расположения, мы видим то, что они находятся втроем на Аппленту, шоу-тайм контроллер, дропруму, плюс коннектор и бомба все еще даже не пришла на Б, несмотря на то, что Флейми вместе с Гардианом уже полностью ее, этот Б-плент нацепили, дали инфу, что надо нести, наверное, уже бомбу, пора бы и поставить денег, заработать, что еще нужно от жизни. При этом Зевс хорошо поработал наверх-низ, он стянул туда Хэлпу, он держал на себе Зевс возвращается, забирает бомбу, Гардиан делает еще один минус. Наконец-то она пришла. Что у нас там у Гардиана по фрагстату? Ну и 13 фрагов, он уже потихоньку скоро может обогнать Эдварда, Зевс 15, у Флейми 20, действительно, Флейми выделяется, очень много он делает киллов, за дефенс он хорошо работал, сейчас включился за атаку, последний у нас остается Хэнни, у него засейвленный Успик, его можно не искать, в принципе, но Нави иного мнения, нужно просто... Ну помнишь, я еще на первой половине говорил, на предыдущей карте хорошо, при этом Флейми ничего такого не показывал, здесь наоборот ровно, вот когда у Сизды прекращается вот этот порох в пороховницах, сразу же Флейми подбирает и начинается вот Флейми 22, Сиз 10, что, откуда, совершенно диаметральная позиция от оверпасса, и я говорил, что у этой двойки у них есть какая-то, не знаю, знаешь, как у морей, которые подземными водами питаются друг другу, одно становится сушу, другое становится более полноводно, там у Каспия, по-моему, такая штука есть. Вполне возможно, что это так, сейчас Нави начинают агрессивно перед точкой Б, не торопятся, темпо-шторм укрепляют Б, отдали полностью точку А, поскольку нету пуша агрессивного на Б, или все еще... Лукас пришел под Гарден, мне кажется, чуть ли не первый раз он встретил здесь снайперскую винтовку Ковача, и удивился, удивился. Ну и Нави начинают с 5 в 4, есть возможность взять раунд, и нужно его забирать, Нави в атаке. Пока играют довольно-таки неплохо, отдали, правда, один только раунд, но у них всего тут возможность ошибиться совсем мало этих возможностей, потому что, чтобы все-таки выиграть игру, нужно набирать поболее. У Темпа-шторм появляется дырка в обороне, болтс прикрывает дроп-рум, два игрока играют опорника на Б, при этом А точка полностью чиста, вот сейчас смещается Хэнни на девятку, он работает там с АВП, чекает боковуху, и Нави стягиваются все на Б, судя по всему, будет какой-то тайминговый выход с гранатами через, я думаю, секунду 10. Может быть, это будет вообще коннектор и Аплэнд, потому что такое количество народу именно на дроп-руме, оно может много о чем говорить, хотя нет, Плато занимает точно так же Нави, сейчас и Фелпс будет первым, кто будет встречать своих оппонентов. Так, болтс смотрит дробу, получает флешку от своих же товарищей, кидает голову флэйми, полностью слепой, Эдвард тем временем вместе с Зевсом убивает шоу тайма, Фелпса, болтс падает следующим, Ханни остается последним, точнее, Хенни остается последним, Гардиан здесь оформил минус один, и 15 секунд остается, ему надо тупо жить, Хенни 12 секунд, но нет, конечно, его зажали со всех сторон, и в конце концов убили. Ну и, судя по всему, у нас пауза от темпа шторма, тактическая, скорее всего, парням нужно подумать, на самом деле, что делать, потому как пока у них не складывается, счет 10-13, Na'Vi продолжают играть неплохо, никаких агрессивных быстрых пушей нету, все очень медленно, все очень четко, понимают Na'Vi, что довольно-таки высока, цена ошибки, ну и... Ну вот ты хотел интриги, и видишь, здесь получается менее вредольная интрига, то есть интрига в формате камбэка внутри одной карты, мне кажется, устраивает всех вообще наших зрителей, без всяких третьих там до миражей, где будет потно, и будет страшно. Я бы и Мираж посмотрел, конечно, если честно. Не, ну а почему нет? Ребят, ну четвертьфинал, отличная игра, отличные команды, я хочу, ну... Темпо Шторм реально это перспективный коллектив, вы видели, как сейчас в Luminosity играют? Они в последнее время показывают невероятный прогресс. Темпо Шторм это вот уже, знаешь, такая мини-копия Luminosity. Те же бразильцы, да, они начинают потихоньку набирать, они сейчас напрягут Na'Vi, да, они наберут опыта, они сейчас потом начнут шатать команды, которые они раньше, которым проигрывали. Они начнут обыгрывать более сильные коллективы, начнут набирать силу и укрепляться, да, у них появится уверенность, опять же, и растет сцена, Counter-Strike, растет конкуренция, ну и это очень хорошо. Это я сейчас смотрю на аватарки Темпо Шторм, и у них все игроки, не считая болтс, в шапках каких-то, либо, возможно, в каких-то, не знаю, что это, кепки или еще что-то там родишь. Как это вообще? Почему они все в головных уборах фотографируются? Они вообще знают, что когда заходишь в помещение, нужно снимать шапку, особенно если дама сидит тут. Дама сидит? У них нет дамы там? Я не знаю, есть ли у них дамы там? Все валеты, одни валеты? Одно, в общем, не важно. 13-10, замечательный счет от Na'Vi на второй половине. Да, то, что мы ожидали. Причем, если брать первую половину, где Guardian вообще ничего не мог сделать, сейчас он вроде как делает, но не так уж много, не громадные минусы, там не минус 3, не минус 2, просто там сол и киллы, но они тоже очень-очень важны. Они сносят те позиции, которые обычно мешали Na'Vi при игре в первой половине и Tempo Storm сейчас будут наблюдать, точнее, делать тактическую, решать, что им делать в следующем раунде и как, по-твоему, вообще, что они могут придумать? Ну, не считая, вот какой-то еще... Мне кажется, что им не хватает контроля боковухи, вот они очень пассивно играют на этой позиции, они отдают инициативу команде Na'Vi, и Na'Vi может варьировать свою атаку, и Tempo Storm не могут прочитать своих оппонентов, да, то есть, мне кажется, что нужно Tempo Storm работать агрессивнее наверх-низ и в боковухе. Посмотрим, какие они сейчас выводы сделали, главный вывод для них сейчас, это эко-раунд, то есть, они понимают, что до конца осталось совсем немножко. Покидает эту позицию, выходит на ЗЗ, тут уже Сист, и Сист, кстати, просел, получил хэдшот, но это был только Юспик, а у него второй армор, поэтому Каск спасает. Более-менее, Tempo Storm остается вчетвером, Фелпс, точнее, пытается помочь своему тиммейту, откидывает флешки, откидывает голову Зевсу, это начало, на самом деле, может быть конца, даже сейчас для Na'Vi, но нет, Флейми успокаивается, их товарищи убивают здесь болтцы, на пушках, Фелпс тем временем играет опорника, прямо на пленту, вроде как Молотов должен был его подгореть, немножечко, но нет, он не касается, огни не лиджут его ноги, и Фелпс остается жив-здоров, 54 хп, пытается сейчас удержать Аплент, но ему не судьба это сделать, Лукс тем временем падает предпоследним, и шоу-тайм остается соло, против четырех игроков Na'Vi, которые поставили уже бомбу, замечательный легкий выход, с другой стороны, очень много дэмэджа получили парни из Na'Vi. Просели довольно-таки сильно Na'Vi, я даже в какой-то момент подумал о том, что они могут отдать эко-раунд, но все-таки парни разрулили, все хорошо. Сейчас у нас полноценный бай для Tempo Storm, два АВП, кстати, мы вот первый раз наблюдаем две палки у Tempo Storm, при этом, по-моему... Мы видели дабл-палку у Na'Vi в защите. Да, но по-моему, вот точно Хэнни, да, и по-моему, вот вторым был Лукас, но сейчас я смотрю, что АВП ушел тайм, вполне возможно, что парни, на самом деле, они такие уже простые, да, в этом плане, то есть все умеют стрелять с весла, и, в общем-то, у них... Ну, может, он просто не умеет и будет пугать, потому что оно громко звучит, типа... Убил как пугач, и все, и типа люди такие убежали, о мой бог, там Хэнни, там Хэнни, слушай, это фейк Хэнни. Да, давайте смещаться в другую позицию. Фейковый Хэнни, и они такие хопа уходят в другую сторону, а там Хэнни их уже принимает довольно улыбчиво, и вот прямо сейчас, флейминг, боже мой, он просто не смотрел на ЗЗ, он просто не смотрел на ЗЗ никаких раскидок против Хэнни, который без проблем отшивается у первого оппонента, и это опенфраг, и это 4 против 5, и я не знаю, с чем Нави сейчас думали в этом моменте, но соло-сист идет фейковать, на дропруму, дофейковался, получил пулю от Лукаса, и теперь уже без Сизда будет совсем не весело, остается Зев с Эдвард и Гардиан, которые втроем засели на Сене, и постепенно-постепенно пешочком доходит. Я хочу сказать, что вот она пауза темпо-шторм, смотрите, что сделали темпо-шторм, они укрепили дропрум и поработали с пассажирами, которые там постоянно падают туда и создают там проблемы. Это Сизды Флейми, они работают на этой позиции за атаку. И вот поняли темпо-шторм, что я говорил, да, про боковуху, про то, что нужно контрить и вниз, да, но при этом они еще также сделали выводы, видишь, по дропруму и законтролили эту позицию, Нави находится в меньшинстве, крайне сложно будет здесь взять раунд, ситуация 3 в 5, заходит на точку А, два игрока уже находятся там у темпа-шторм, смещается также на хелпу игрок Фелпс на девятке и пошел выход от Нави. Ковач будет первым открывать, получает флешку, выдвигается дальше к планту, но Хэнни останавливает Гардиана, дальше останавливает еще Эдварда, куда дальше-то, боже мой, что творят эти темпо-шторм? Проносится? Хэнни на планте просто сделал два великолепных минуса, ну, опять же, тут было все сложно для Нави, ситуация была 11... 11 в 5. Это было 2-3 в 5, но сейчас счет 11-4, ну и что? Нави проблемки, Нави небольшие проблемки, 4-й счет, ну, небольшие, да. 14-й темпо-шторм, по-моему, это вполне себе большие. Если брать то, как идет динамика раундов, то да, казалось бы, темпа взяли 1, потом отдали целых 5, и сейчас они снова отдадут 5, то тогда все у Нави хорошо, но, может быть, и все будет не так. Опять же, W-Slow у Шоу-тайма и Хэнни, Хэнни все еще смотрит DZ, все еще работает на лонге, который он работал на лонге, не на B, а планту, у него удавалось лучше всего, и в том случае, особенно если Нави туда все-таки заходили, и Хэнни удавалось продемонстрировать свою силу. Мы помним минус Эдвард, минус Илоуха по Зевса, где провал был впоследствии уже при контроле бомбы. Мы помним те раунды, где сейчас вот то же самое случалось с Сиздом в самом начале. Open frag от Хэнни, это довольно больная вещь для Нави, и они впоследствии не справляются с теми раундами, которые они дают сначала снайперской вентовке Tempo Storm. Думаешь? Да, я вижу. Они и так усиливали здесь, и постепенно... Единственное, Хэнни остался на Апланту, ему доверяют, понимаешь? Он настолько жесткий мужик, что ему можно довериться в соло-стоянии на А, и вот он начинается заход, Фелпс будет принимать клоус-позицию, мы видим, как парни просто встали. Они встали, потому что здесь все горит, Гардин пытается отрубить игрока на курятнике, Фелпс убивает одного, Гардин продолжает мазать вообще полностью, все он, по-моему, даже по-своему сейчас задел, и он погибает, потому что спины уже пришли к нему, Флейми погибает последним, это полный провал, Tempo Storm. Легко и просто остановили весь пуш Нави, кинув один молотов. Контр-молотов, и парни из Нави не решились ничего делать, они остановились, можно было, в принципе, попробовать, например, полностью зарашить обратно, законтролить миду, но у них не было ни одного опорника, который бы смотрел бы другую сторону, который бы смотрел, допустим, середину или подходы к Апланту. У них не было никакой информации, было страшно уходить назад, надо было идти вперед, но они в какой-то момент просто остановились и не смогли совладать с тем, что продемонстрировали Tempo Storm. Ну и пауза, Tempo Storm, после паузы, да, был экораунд, и два девайсераунда подряд, нет проблем сейчас у Нави по экономике, парням нужно что-то делать, 4 маппоинта у Tempo Storm. Так продолжать? Если они так будут продолжать, то мало того, что карта закончится. Мы не читались сейчас, ты видел? Там укрепление, точки B вообще было просто, то есть они принимали все, все просто сидели на точке B и принимали команду Нави. Хэнни держался у коннектора, да, на планту, потом только быстро перешел, но даже его снайперской винтовки не понадобилось, чтобы убивать кого-либо. Если бы они поработали немножко на точке A и заставили сместиться хелпу, тогда было бы намного легче заходить на B. А этого не произошло, заходили просто прямолинейно в пятером, и на самом деле, вот сейчас, по-моему, Нави сделали вывод из прошлого раунда, они уже действуют немножко по-другому, чекают боковуху, бомба при этом находится, можно сказать, все-таки между туннелями. Непонятно, да, куда пойдут итоги Нави. Нужно немножко динамичнее действовать, здесь Рожженым побеждать, потому как время идет, и нужно еще чекать позиции. При этом, опять же, смотри, темпо шторм укрепили B полностью, там фактически 4 человека находятся. Гордиан взял бом, и на самом деле перешел на мидл, и Хэнни будет единственным игроком защиты, который будет смотреть этот план. Флейми тем временем дропнулся и выходит на B. Замечу, что здесь целых 4 игрока, ассист отрубает болтсы, и таким образом надо за контроль. Здесь коннектор, Фелпс отвечает на сиза, дальше находит Флейми, и Флейми точно делает все замечательным образом Хэнни. Тем временем запушили, он пытался в упор хоть что-то сделать, но у него ничего не получилось. Шоу Тайм вместе с Лукасом остается втроем против команда Нави. Это реально самый лучший шанс, который у них был из последних раундов, и нельзя его проиграть. 49 хп остается у Шоу Тайма, который получил Хаешку, и Лукас решает отступить. Ну правильно, засейвить сейчас очень важно для бразильцев. У них, кстати, по деньгам, если сейчас засейвят два этих игрока, то по деньгам все будет хорошо. В свою очередь, Нави сейчас должны просто включать ногу и бежать, искать своих оппонентов, потому что по деньгам у Нави все хорошо на оставшиеся раунды, а вот как раз у Темпа Шторм могут быть проблемы, поэтому Нави нужно очень важно найти сейчас своих оппонентов. Вроде же как они смотрят на свои деньги, да, ну там получается, что 7800, 4105, 4105, ну то есть вроде как... Будут деньги, все-таки попытались бы найти, да, парни сейчас уже идут, Зевс с Эдвардом пришли на Б, здесь чисто, Зевс... Маппоинт, да, в данный момент, если бы это была бы первая карта для Темпа Шторм, тогда бы это было бы и матчпоинт, но мы видим, что это 1-0 по картам, если кто там спрашивает, оверпасс Нави первую взяли, и Темпа Шторм сейчас на грани того, чтобы взять Коблстоун и дойти до Миража, но Нави показали хороший камбэк на второй половине, сейчас посмотрим, чем это все закончится, все-таки девайсы имеются, фул раскидки имеются, у Темпа Шторм имеется два Фамоса, не фулловые раскидки, плюс два АК-47 и АВП у того самого Хэнни, который в этот раз, кстати, контролит снова Лонг, мы помним то, что в предыдущие разы, когда он не контролил боковую, точнее в предыдущем всего одном раунде, когда он не контролил боковую, Нави по нему пришли и смогли совершенно спокойно законтролить А, здесь он все-таки понимает, что была ошибка сделана, что надо делать работу над ней и менять свою позицию, работая на ЗЗ и на Лонге, что довольно интересно, Нави тем временем готовит выход на дроп-руму, Флейми получает по щам, но Сист отвечает за своего товарища, Фелпс правда отрубает Костю и остается Эдвард вместе с Девсом и Гардиан втроем против четырех игроков, Темпа Шторм, очень будет сложно здесь что-либо делать, неужели они собираются реально дальше выходить, потому как здесь очень, очень усилен Бэтлэнд, но они предпринимают решение идти дальше, Эдвард, Эдвард проседает до 25 хп, ему откидывают бомбу, вполне возможно, что все-таки они решат, что надо отступать, я не знаю, мне кажется, то, что у них сейчас там в тимспике творится надо идти, нет, не надо идти, давайте забьем, Гардиан остается соло, Ковыч решил прикрывать своих товарищей для того, чтобы те вышли на дроп-руму, да, именно так оно и будет, Ковыч, находит шоу тайма, дальше тем временем Болт сидит, ждет, контролит выход из дроп-румы, но не доконтролил Зевс, сносит ему голову, Февс будет следующим, который будет принимать, но у Зевса прет, у Зевса идет стрельба, Хэнни остается соло, против троих, с веслом, ставится бомба, и АВП Хэнни, скорее всего, здесь проблем не решит, к нему сейчас еще и в спину зайдет оппонент в виде Зевса, но он успел ротироваться, и таким образом вполне возможно засейвить свой AWP, и находит Зевс, убивает его, но в любом случае это будет 13-15, все еще в пользу Темпа Шторм, все еще на поинт, но... Нави в этом раунде не переворачивает в меньшинстве на большинство, при этом Сид с Флейми ошибается, там я бы отметил также действие Темпа Шторм, тут пытается Хэнни засейвить свою палку, мажет, и все-таки Гардиан с пистолетика отбивает своего оппонента. кто здесь король, на самом деле, то есть надо было просто показать. А по деньгам-то у нас проблемки, проблемки у Темпа Шторм, и обязаны не делать эко-раунд, я думаю, что Нави это понимает. Так вот, что сделали Темпа Шторм, опять же, рекомендуется демка скачать, посмотреть, как прикольно можно контрить дропрум, когда напрягают его террористы. Сист с Флейми работали в дропруме, дали гранату, чекнули, никого нету. И когда в тот момент, когда они собирались вот, видимо, или выходить, или опять же делать какой-то чек, да, прилетела флешка, и с двух сторон три игрока Темпа Шторм вышли и разменялись для себя в плюс. Оставили таким образом команду Нави в меньшинстве. Нави, я не знаю, как это назвать, начали в дым, в огонь ломиться на БМН, но в какой-то момент остановились, вышел Гардиан, сделал минуса, и в конечном счете все-таки Нави меньше на больше. Взяли раунд, отличный валидольный раунд. Прямо я уже, ну вот, я уже... Очень жесткие ошибки от двух игроков, которые находились на дропруме, да. Два человека с Фамасами, они легли очень-очень быстро. Это, по-моему, был Болтс вместе с то ли Лукасом, то ли еще кем-то. То есть эти два образеца могли остановить этот пуш дропрумы от двух игроков команды Нави, но у них совершенно ничего не вышло. Там очень легкие фраги для Зевса были. И опять же, да, Даниил сыграл на очень-очень хорошем уровне. Тем временем Болтс погибает последним. Здесь был экономический раунд от Темпо Шторм. И сейчас будет самое жаркое, самое горячее. Либо допы, либо победа бразильцев. И третья карта. Посмотрим, чем это все завершится. Ну, отличная игра, отличный валидольчик. Все, как я хотел. Вообще великолепно. Все, как должно быть на одной четвертой, да? Да, на самом деле, да. Первый же матч на арене, первый же матч на арене. Никакие группы, никакие там вот эти коморки, в которых они катали. Сейчас серьезная заруба для хорошего зрителя, для того зрителя, который пришел на стадион, для нас с вами в интернете. Это то, что мы хотим видеть больше всего. Это то, ради чего лично я встаю, например, с утра. Просто увидеть хороший Counter-Strike, она того явно стоит. И покомментировать его и для вас показать. Болтс сидит у нас, ждет на лонге. Замечу, что Темпо Шторм усиливают лонг вдвоем в этот раз. Троих игроков оставляют на двух, на друг друге и одного шоу-тайма на приеме Плато. Однако, Гардиан и его команда постепенно выдвигаются на миддл. Оу, Лука сдает опен-фраг. Насизда, Флейми, его дружочек, не может разменять своего тиммейта. И пока что остановились с Нави, хотя Флейми хочет выйти дальше через смок. Что он делает? Он забирает, по-моему, гранаты, что ли, своего тиммейта. Да, он просто их забрал. Закрытый сейчас Нави со всех сторон. Они играют замкнуто, находятся все вчетвером в кучке. Но тут для них хорошая новость. И то, что все-таки два игрока находятся в боковухе. И, видимо, TempoStorm решили, что сейчас нужно укрепить эту позицию. Нави в это время Флейми, мы видим, работает в дроп-руме. Флейми делает минус. Лукас, отличное начало. Можно 4 в 4 ситуация. Стягивается уже. Карли находит шоу-тайма. Неплохо. При этом он сканирует всю местность. Видит, что никого нету. На самом-то деле там за камнем. Только Хэнни. То есть, получается, что TempoStorm очень сейчас слабо контролирует Бэплайн. Не так уж сложно будет выйти. Смог хороший на куб. Хэнни решает играть в клоус-дистанцию и выходит на Ленина. Сейчас будет спрейить Смог. Соответственно, с этим палит свою позицию и ставится бомба. В этот момент Флейми находит голову Хэнни. Отбрасывает ее очень быстро. Фелпс будет падать предпоследним и Болтс. Остался Соло против четырех игроков Нави. И это допы. Браво! Браво! И, кстати, вот Гардиан наконец-то включился. Он начал в каждом раунде делать по минусу по два и наконец-то все это у нас пока заканчивается допами. Браво! Нави. Великолепный камбэк. Браво! TempoStorm. Очень крутая игра. Два игрока уходят в туалет, пишет Флейми. Видимо, в туалет, которая на оверпассе. Да. Остаются Нави сейчас за террористов. Это хорошая новость для них. У нас по три раунда, по-моему, если я не ошибаюсь. За каждую сторону будет играть команда. 10 тысяч стартовых денег. Нави остаются за террористов. TempoStorm остаются за дефенс. Парням все-таки на самом деле как Нави в свою очередь нужно подумать насчет дефенса. Когда Нави точно так же были в сложной ситуации и не могли ничего сделать. Все получалось. у TempoStorm. Сейчас Нави будет продолжать играть за атаку. Ну, я даже не знаю. Тут вроде все очень-очень даже неплохо. На самом деле Флейми, мы видим, в последнем раунде сделал три килла. Отличная работа. 31 фраг на второй половине. Зачем вообще за всю карту. Это сумасшедший совершенно фрагстат. Он имеет его... Это топовый фрагстат на карте. Он обошел Хэйни с его 25 фрагами. И все еще Сист не может ничего показать. Все еще он находится внизу. 13 фрагов. И Болтс и Лукас в спячке были всю вторую половину. В очень жесткой спячке. У Лукаса к концу первой половины было 11 фрагов. И за всю свою вторую половину он сделал 2 фрага. Это довольно слабый для него показатель. Ожидаем от него более сильной игры на допах. Посмотрим. Посмотрим, к чему это все приведет. Время нам показывают все еще сцену. Парни в напряжении уходят. Поговорить, подумать о жизни. Я не знаю, чем они там вообще могут думать в этот момент. По-моему, должно быть невероятное напряжение. Нужно как-то выходить из того положения, в которое они сами себя загнали. Особенно темпошторм, я думаю. Да, тут просто вот знаешь, вот в этих ситуациях опыта все-таки у Нави намного больше. Опыта таких стадий, опыта допов в таких стадиях. А вот темпошторм намного сложнее. Да, они сейчас по максимуму... Да, у них только Болт сыграл на такого уровня ланах в LG. Да, и когда он играл, LG особо там далеко не проходили. Да ладно тебе, но мы с тобой смотрели, они довольно неплохо играли, и они, по-моему, вышли на сцену. Или нет? Не, на сцене, может быть, они и были, но после замены, после того, как взяли FNX и Taco, LG начали карать безбожно, и они начали занимать, чаще попадать, чаще, скажем так, депранить, да, проходить в более глубокие стадии, и чаще заходить, да, в призы, там, более высокие деньги забирать, большие деньги. Ну, короче, я к тому, что с Болтом, проблема может быть даже не в Болте. Я не говорю о том, что, то есть, вот, но после того, как поменяли двух игроков, Luminosity начали играть лучше, и они, вот, помнишь, даже, вот, первый, вообще, как это все происходило? На Faceity игра начинается с того, что, на самом деле, чуваки потом просто собираются, и по дороге они обыгрывают бывших TSM со счетом 2-1, они обыгрывают французов Envia со счетом 2-1, выходят в финал, и, конечно, в итоге проигрывают Fnatic'ам со счетом 2-1. Вот мы еще вспоминали Инферно, да, что, мол, типа, Luminosity выиграли Инферно у Fnatic, вот как раз это, по-моему, было на Faceity, ну, то есть, и вот мне кажется, что Tempo Storm, опять же, я говорил, да, это мини-копия такая Luminosity, и, опять же, я очень надеюсь, что эта команда будет только прогрессировать. Сейчас они демонстрируют хорошую игру, и, ну, вот, у нас вроде как Na'Vi фаворит, да, но при этом у нас на второй карте допы. И причем Cobblestone это та карта, на которой мы вообще не ожидали от них допов вообще ни секунды, я бы сказал, а того провала, который они показали на первой половине, мы точно не ожидали. Опять же, все это ножи. Все это ножи. Мы видим, насколько хороши Na'Vi на атаке. Если бы они взяли ножи, они выбрали по атаку, все было бы, в принципе, совершенно логично, адекватно, они бы сломили бы Tempo Storm и их мораль, и их эмоциональное состояние, потому что бразильцы, они как горячи, так они и всегда могут обратно взлететь. У нас начинаются уже топы, можно переходить в Counter-Strike обратно. Мы видим то, что дабл на ВП у Team Storm и ТС будут защищаться вчетвером на B-Plant 2. Будет довольно интересная здесь защита, потому как Na'Vi уже начинает раскидку, но мне кажется, что они сейчас будут пытаться обманывать все-таки противника. О, Гордин вообще пошел через Т-спаун. Посмотри на это движение, нет, он вернулся обратно. Я не знаю, да, видимо, решил сходить к синему. Но не суть важна. Важно то, что 15-15, начало допов. Напоминаю, что это 6-раундные 10-тысячные допы, что означает то, что если вы проигрываете два раунда подряд, то на первой половине у вас не хватает девайсов, скорее всего, в большинстве случаев. За дефенс. Так убудут деньги, если проиграешь два раунда, а вот за дефенс точно не будет. Особенно с двумя веслами, если ты покупаешь дабл АВП, то тут очень-очень большие проблемы могут быть с экономикой, но ясное дело Бразильцы уверены в своей победе, иначе бы они здесь не играли, какой бы вообще был бы смысл. И пока что 57 секунд остается у команды атаки, она никуда не двигается. Флейми продолжает вместе с Сиздом играть на дропруме. С Флейми подгорел, откидывает молотов, у него остается 65 хп. Немножко больно, конечно, но не так страшно. Флейми открывается, сейчас болтс его будет принимать. Здесь за ящиком стоит этот замечательный бразильский игрок, бывший игрок LG, напоминаю, но его выгнали, выгнали за неуспешную задачу. У кого Флейми? Я шучу. Я хотел сказать, что смотри, вот Флейми Сизд Гардиан сейчас работает перед Б, а Зевс с Эдвардом... Белпс, одна шел с голову Сизда и снова Сизд ничего не может продемонстрировать. 13 фрагов у этого парня, Флейми откидывает голову Лукаса. Лукас, кстати, тоже подсдал на второй половине и теперь все еще не показывает игры даже после этой маленькой паузы. Хэнни тем временем отыгрывает с девятки, выходит, дропается и находит Эдварда. Зевс тем временем также падает, Флейми вместе с Гардиан остается вдвоем про четырех игроков темпа шторма и времени нету. Три секунды осталось. Очень вялый, очень медленный раунд от команды Нави заводит их самих вот в этот флипсайд тактикс формат. Я вот как раз хотел сказать, что в тот момент, когда ты наблюдал за экшеном перед Б, да, и там вроде как находилась бомба, Зевс с Эдвардом находились наверх-вниз и в районе боковухи и они должны были то ли фейковать, то ли стягивать на себя холпу. Конечно, в итоге они заняли верх-вниз, да, вот заняли эту небольшую площадку, потусили там и ушли назад. Потом, когда парни оставшиеся встретили сопротивление в дроп-руме, они почему-то решили, что надо уходить на А обратно. То есть они столкнулись, как бы волна на волну нашла, они возвращаются на А и в конечном итоге их начинают принимать и у них не хватает времени установить бомбу. Ну и Нави проигрывает. Первый раунд на допах начинается все с небольших проблемок. Хэнни, кстати, пропушил у нас Солонг, стоит вот на этой ударной снайперской позиции. Шоу Тайм нашел свой фраг с АВП на Флейме, тем временем на БПНТУ доигрались. И вот он, вот он фраг от Хэнни. Замечу, что он уже выходил сюда раз так пять, наверное, ни разу он не находил ничего лица, однако нашел сейчас Эдварда, находит и Зевс, который пришел поджимать его со спины ЗЗ. Очень четко играет бразилец. Я не знаю, он выкладывается здесь на все 150% из 120 возможных, потому что парень демонстрирует лучшее, что только может продемонстрировать такого уровня бразилец. Мы не ожидали. Это темные лошадки, которые работают от начала до конца, а у Ковача, ну нет, у Ковача второй половине все получалось замечательно. На защите все еще он не демонстрировал. Посмотрим, как он будет демонстрировать на защите в допах что-либо. Однако этот первый раунд уже подходит к логичному... Второй раунд, прошу прощения, приходит к логичному завершению. Темпо Шторм могут выйти уже на 17-15. И здесь Сизду нужно будет сделать невероятное усилие над самим собой. И Фелпс! Нет, не получается ничего сделать. Против Фелпса Гардиан настренирует шоу-тайма и Гардиан смотрит камень. Там противник. Он это прекрасно понимает. 16 УП дает лэк-шот по Хэнни. Того остается 18. Однако Фелпс запушил Гардиан и Ковач погибает последним. Я не знаю, обсуждали ли что-то Нави в перерыве, но вот этих два отданных раунда абсолютно какая-то бездарная игра абсолютно. Парни, куда вы делись? Лео, вы же тащили за атаку. Что с вами произошло? Просто два раунда подряд они отдают. Камбэчили, камбэчили и в конечном итоге вот так вот очень плохо. Открылись на две снайперские винтовки в самом начале, да, отдали два опен-фрага легких. Не было размена, да. Ну а какие размены? Ты видел, где они находились? Хэнни сразу же, к Зевс вышел сразу за Зэк на Хэнни, на размен, потому как он прекрасно знал, где находится снайпер ТСов, но ты видел, чем это закончилось. Он просто вышел со спины и получил в лицо со снайперской винтовки и после этого не живут. Травму несовместимую с жизнью он получает и отдает второй фраг до команды ТС в самом начале раунда и сейчас уже 15-17. Нужно обязательно натащить, иначе совсем все будет печально. Однако посмотрим. Хэнни, Соло, под мостом. Замечу, что в этот раз он не занимает лонг, пытается разнообразить и выходит на Флейми и Флейми откидывает ему гол. В этот раз снайпер команды ТС подводит свою команду и болт с приемка пошла неплохая. Очень поздно флешка зашла в болт. На самом деле должна была бы немножко пораньше. Он простреливает еще и Зевс, оставляет ему 13 хп, успевает уйти на пушке. Команда Темпа Шторм полностью всем составом не читая одного по-моему Шоу Тайма. Да, Шоу Тайма ротировалась на Аплэнд и теперь уже брать его будет довольно сложно. Флейми погибает с следующим. Да, с АВАПом. Но у Гардена есть еще один, так что можно в принципе попробовать здесь от него сыграть. Ковач смотрит с лонга. Он забрал, кстати, его у Флейми и идет дальше. Он ему купил. Нужно ждать Дениса. Ждите Дениса. Смотрите, что делает Денис. С балкона дойдет. Если сейчас не поторопятся Нави, могут взять Раунд. Ну, Сист вышел. Гарден сразу же сыграл под него неплохой размен один в один. У Зевса вторая снайперская винтовка на апдауне и Гарден выходит постепенно к пушкам. Здесь стоит Локос на балконе, который справился с одним, Болт справился с другим. Мы Темпа Шторм взяли 18-15. Как тебе штатные АВП-сты? АВП-сты? И Зевса. Тут Гардиан с палки не попадает. А что нужно говорить про этих? Ну, ладно. Не, на самом деле они могли здесь. Ну, то есть они и в предыдущих показывали. Ладно тебе. Зевс может стрелять. Сист может. Просто, например, у Систа вообще сегодня не получается ничего буквально. То есть эти 13 фрагов это вот тот стоп, который он сам себе показывает. Он не может ничего сделать, к сожалению. 13 фрагов на протяжении невероятного количества времени. Не знаю. Дима, это плохо. Дима, это плохо. Я не знаю. Ты не Дима? Я Дима. Но я сам себе уже говорю, это плохо. Все это уже плохо. Ты воль заадах на допах. Куда? Что? Что ты меня спрашиваешь? Скар. Скар от Флейми. Оружие массового уничтожения. Последние надежды. Скар от Флейми. Дамы и господа, давайте посмотрим. Именно за ним скорее всего это будет курятник или вполне возможно даже бокс. Но курятник. Я чаще всего замечаю, как профессионалы используют Скар на курятнике. Именно так оно и будет. Изи прогнозист просто-напросто позиционки от автоматических снайперов. Однако Флейми меняет свою позицию. Ротируется обратно на Аплэнд. Сист работает на дропруме. И в Гардиан суперагрессия. 62 хп не остается. Он со снайперской винтовкой. Пытается хоть что-то сделать здесь на платформе. Но пока не попадает. Хотя дал лэкшот по полцу. Судя по всему, у того 15 хп осталось. Но этого недостаточно, чтобы умереть. Эдвард пока что держит платформу. К нему выходит шоу тайм и кампания. И темпа шторм вроде как готовит. Мне кажется, на самом деле, что это фейк сейчас будет. Они откидают все, что у них есть и убегут отсюда просто-напросто. Они такое делали уже не раз. Эдвард пропушил! Дал минус 2, но дальше у него ничего не получается. Гардиан отличнейшая стрельба, но пока что вот попал наконец-таки по Лукасу. Дальше Фелпс отвечает на Сизда. Флейми со Скаром у Куба. Зевс очень спокойно движется. Шифта простреливает Фелпс. У того остается 5 хп. Не сгори, братан! Не надо. Не надо. Не сегодня. Только не сегодня. Только во всяком случае не сейчас, потому что сейчас один раунд всего отделяет депо шторм от того, чтобы взять этот Кобблстоун. 30 секунд осталось у ТСов для того, чтобы найти детонатора. Они находят Флейми. Тот погибает. И Зевс остается соло, а он теряет, подождите, уходит с позиции. 22 секунды остается, он будет играть на удержании, но и на удержании ничего не получается. Хэнни, последний выстрел прямиком в тушку Зевса и 19-15. Это то, как Темпо Шторм заканчивает эту вторую карту. Кобблстоун с допами. Сеня доволен. Сеня доволен.